Приветствую любителей игры растения против зомби 2. Это видео гайд будет посвящен созданию собственных уровней для этой замечательной игры. Это первое видео и здесь будет побольше теории, так что наберитесь терпения. Рассмотрим краткий план по видео. Узнаем где находятся файлы с уровнями, разберемся с их номинованием, подробно рассмотрим код самого простого уровня, научимся выводить любых зомби в любых количествах, сделаем выход зомби с волнами. И как бонус добавим модуль со стартовыми значениями солнц и удобрений. Для начала определимся с тем, что нам понадобится. Во-первых, все действия будут производиться на устройствах с операционной системой Android, версия не важна. Также все будет работать на эмуляторах, так как сам снимаю видео на эмуляторе, а именно Nox. Устройства с iOS не рассматриваю, возможно видео подойдет и для них, с небольшими поправками на ветер, но это не точно. Во-вторых, нам понадобится три программы. Первое. Файловый менеджер. Можно использовать встроенный, можно свой любимый. Я лично буду использовать Total Commander. Привык к двухпанельному менеджеру на ПК и буду использовать и тут. От него потребуется минимум. Это копирование, переименование и открытие файлов уровня на редактировании. Второе. Текстовый редактор. Тут тоже подойдет любой, но лучше тот, который обладает возможностью подсветки синтаксиса. Я попробовал несколько и мой выбор пал на Turbo Editor. Третье. Браузер. Тут вообще полная свобода. Понадобится, чтобы скачать мою заготовку уровня и для просмотра и использования информации с моего сайта. Запустим файловый менеджер и перейдем по пути. Android.obb.com.ya.game.pvz2.rof Не обращаю внимания на то, что идет до папки Android. Это фишка эмулятора. В этой папке расположен основной файл самой игры. Размер у него больше 600 мегабайт. В нем находятся все ресурсы игры. Уровни, скины, картинки, настройки и многое другое. Он запакован хитрым способом, но есть способы работать с ним. Но мы пойдем другим путем. Разработчики, чтобы при каждом маленьком обновлении не заставлять пользователя качать заново 600 мегабайт, сделали отдельную папку, в которую помещаются файлы игры в распакованном виде. И при запуске игра ищет файл в этой папке, и если находит, загружает его. А если не находит, то информация берется из основного. Для запуска наших уровней мы этим-то и воспользуемся. Эта папка находится по пути Android, Data, com.ya.game.pvz2.rof, Files, No Backup. А дальше папка с текущей версией игры. Если вы играете давно, то тут может скопиться достаточно большое количество папок. Но нам нужна последняя версия. У меня на данный момент это CDN 8.9. Пока находимся в этой папке, немного отклонимся от темы гайда, и я расскажу про файл с прогрессом. Вот тут находится файл PPDAT. В нем задержится вся информация по вашему прогрессу в игре. Если вы боитесь за сохранность, то можете регулярно сохранять этот файл где-нибудь еще. Также, перенеся его на другое устройство, вы получите весь свой прогресс на нем. Давайте перейдем по ссылке в описании на страницу, посвященную созданию уровней, которую я буду развивать и дорабатывать. И в самом начале, под спойлером, содержится код простого уровня. Попытался удалить из него все лишнее и как мог минимизировал его. Конечно, можно самостоятельно набирать код, но мы нажмем на кнопочку скачать. После завершения скачивания файла с уровнем, он оказывается в папке для загрузок, которая открыта у меня слева. Переместим или скопируем его в папку с уровнями, которые находятся в папке с текущей версией игры, а это на данный момент CDN 8.9 и далее папка Levels. От названия файла уровня будет зависеть на какой карте и в какой день он будет выводиться. Например, нам надо, чтобы он открывался в первый день карты древнего Египта. Значит, название должно быть Египт 1.json. Регистр букв в данном случае не имеет значения. Можно написать все большими, можно маленькими или через одну, не важно. А вот название пробелов содержать не должно. Ни в начале, ни в конце, ни в середине. Если нам надо другой день, например 20, то переименуем в Египт 20.json. А что делать, если надо вывести наш уровень на другой карте? Заходим на мой сайт, открываем раздел карты и выбираем нужную, например, Далекое будущее. И видим RTD карты Future. Значит, файл уровня первого дня далекого будущего будет называться Future1.json. По аналогии, можно заменить любой уровень любой карты. И никто не запрещает заменить абсолютно все. Давайте в начале запустим уровень. Посмотрим, что он из себя представляет. И потом уже разберем, из чего состоит сам код. Для удобства переименуем файл в Египт 1.json. Зайдем в игру и запустим первый день Древнего Египта. Видим обычный уровень. В начале предоставляется выбор произвольных растений. После запуска, через 5 секунд, на поле выходит один обычный зомби. По третьей дорожке. А также зомби с флагом. По случайной дорожке. Условия победы – это убить всех зомби. Условия поражения – это когда зомби дойдет до дома. Но тут это никогда не произойдет. Так как газоногасилки их убьют в любом случае. Перед тем, как откроем на редактирование файл с уровнем, расскажу про его формат. Это JSON. Формат очень хорошо распространен. Много где используется. Информации по нему куча. Он просто в освоении. Главный принцип тут такой. Каждая скобка и кавычка должна иметь пару. Код состоит из массивов. Это те, что в квадратных скобках. И объектов. Это те, что в фигурных скобках. В массиве элементы перечисляются через запятую. А объекты состоят из пар. Ключ, двоеточие, значения. И также, если их несколько, то перечисляются через запятую. Пробелы и переносы срок для игры не важны. А важны для нас, чтоб удобнее читать код. Также присутствуют комментарии, начинающиеся с двойного слэша. И служат только для нас, а игрой игнорируется. Теорию прошли. И настало время посмотреть на сам код. Я открою уровень на редактирование из файлового менеджера. Если через него не получается, то можно сначала запустить текстовый редактор. А уже через команду открыть, выбрать нужный файл. Видим, что файл состоит из объекта. На первой строчке начинается, на последней заканчивается. Вторая строчка это версия уровня. Она обязательно, но нигде не выводится. А далее идет массив настройок уровня, который состоит из модулей. Первый идет основной. В нем описаны общие настройки и вызовы дополнительных модулей уровня. Разберем основной модуль, который прописан с пятой по двадцать первой строки. На восьмой строке указывается карта. Сейчас прописано настоящее время. Далее мы разберем, как сменить ее. На девятой строке имя уровня, которое выводится сверху при игре. Десятая строка это описание уровня. Выводится при старте внизу экрана. Одиннадцатая строка это награда за прохождение уровня. Стоит стандартная. С двенадцатой по девятнадцатой строки это список подключаемых модулей уровня. Некоторым нужны дополнительные настройки. Некоторые можно просто указывать. Например, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая и семнадцатая строки не требуют настройки. А вот оставшимся модулям нужно дописать дополнительные параметры. Первый подключаемый модуль идет с двадцать третьей по тридцать первой строки. Условия выбора и вывода растений. В данном случае мы даем выбрать любое из открытых. В других видео будем учиться добавлять обязательные растения, также выводить растения на конвейерную ленту и другие вещи. С тридцать третьей по сорок первой строки прописан модуль настройки первой волны. У этого модуля много настроек. Я выбрал лишний и оставил только запуск волн, который прописан на тридцать девятой строке. Сорок третий по пятьдесят девятой строки модуль настройки волн. Тут находится огромное количество настроек. Это интервалы между волн, сколько нужно нанести урона, чтобы вышла следующая волна, сколько и как будут выходить зомби с флагами и многое другое. Некоторые параметры разберем далее. На пятьдесят пятой строке содержится массив волн, пока состоящий из одной волны, название у которой Wave 1, которое настраивается начиная с шестьдесят первой по семьдесят четвертой строки, где мы выводим всего одного зомби по третьей дорожке. Если кажется, что все сложно или что-то непонятно, то ничего страшного. Будем далее разбирать на примерах. А то, что не будем, то эти куски кода будут просто копироваться из одного файла в другой. Первым делом сменим антураж. А это у нас на восьмой строке. Как узнать название карты мы уже знаем. Допустим, хотим темные века. Открываем сайт, заходим в раздел карты, выбираем темные века и видим RTID. Это Dark. Вписываем его вместо слова Modern, оставляя другую часть строки без изменения. А вот тут регистр букв важен, и если с ним напутать, то это будет ошибкой. Сразу можно поменять название и описание уровня, который отображается игроку. Напишем что-нибудь банальное для программиста. Кириллицу здесь использовать можно, но она не будет нормально отображаться в игре. Так что пишем все латиницей. И не забываем сохранить файл. Перезапустим уровень, если его не выключали, или заново запустим его. Убедимся, что все получилось. Очень хорошо, что не нужно перезапускать игру полностью, чтобы изменения вступили в силу. Достаточно просто заново запустить уровень. Если при редактировании файла вы допустили ошибку, то при перезапуске уровня игра вылетит, и не будет запускаться вовсе. Тут два выхода. Первый. Попытаться найти место ошибки. Это обычно пропущенная или лишняя запятая. Также, но реже встречаются ошибки со скобками и кавычками. Или записан неверный параметр. Если не получилось найти и исправить ошибку, то удаляйте файл с уровнем вовсе. И тогда проблема точно решится. После чего скопируйте по новой файл с сайта и будьте внимательны. То же самое, как и с картами, можно менять типы газонокосилок. На 17-й строке. Давайте поставим с пляжа Большой Волны. Снова заходим на сайт, переходим на вкладку карты, выбираем пляж Большой Волны. Запоминаем ртит и вписываем его за место слово модерн. Сохраняем. Запускаем, проверяем, видим непривычную картину. Если вообще удалить эту строку или закомментировать, то газонокосилок не будет на уровне вовсе. Перейдем к зомби. Посмотрим модуль с первой волной. В нем есть параметр зомбиес, состоящий из массива объектов. Каждый объект отвечает за одного зомби. Ров указывает, на какой дорожке выходит зомби. Тайп отвечает за тип зомби. Давайте сменим тип. Как узнать их ртит? Как обычно, на моем сайте. Заходим на страницу всех зомби и выбираем, например, зомби-ра. И видим, что ртит у него ра. Меняем его тип, файли с уровнем и сохраняем. Перезапускаем уровень и видим, что выходит именно тот, которого прописали. Теперь давайте выпустим на газон несколько зомби. Продублируем объект с зомби-ра несколько раз и не забудем между ними поставить запятые. Изменим им номера дорожек выхода и не забудем сохранить. При запуске увидим, что они выходят, как и написали, по первой, третьей и пятой дорожке. Таким способом на газон можно разово выпустить любых зомби в любых количествах по любым дорожкам. Волны делаются немного посложнее. Для вывода волн давайте оставим одного зомби, чтобы было поменьше кода. В модуле настройки волн пропишем, что у нас их будет три. Также сделаем копии вызова первой волны и изменим им названия на уникальные. Не забываем про запятые между ними. Продублируем модули самих волн и не забудем поменять им названия, указав те, что прописаны в настройке волн. Перезапустим уровень и увидим изменения. Зомби с флагом будут выходить каждую волну. Можно уменьшить их количество, указав на 49-й строке большее значение. Но я предпочитаю их вообще выключить, указав на 51-й строке значение true. Напоследок хочу научить добавлять другие модули. И хорошим из них будет модуль установки начальных значений солнц и удобрений. Первым делом в список модулей добавляем вот такую строчку с вызовом. Не забываем про запятые. И на уровне с другими модулями вставляем сам код. Стартинг plant food отвечает за количество стартовых удобрений. Стартик сон отвечает за стартовое количество солнц. Запустим и убедимся, что у нас теперь полное счастье. На странице, откуда скачали файл с уровнем, есть и все другие примеры, которые тут разбирали. И если не получается набрать код, то можете просто их скачать. Точное совпадение с уроком не обещаю, но общий смысл будет соблюден. Думаю, для первой части достаточно. Уже много с чем можно поэкспериментировать. Есть еще много того, что могу показать. Но плана на следующий урок пока нет. Видимо, будет формироваться из того, что будете писать в комментарии. На этом заканчиваю. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите в комментариях, что хотите увидеть в следующей части гайда. Пока!